Мы сегодня в этих стенах еще снимали видеоинструкцию, как собираться детям в поход, потому что, отправляясь на этот поход, дети получают какую-то памятку, и там просто 10 пунктов снаряжения, которые надо брать, и очень непонятно. Например, очень непонятный пункт снаряжения – сидушка. Что такое? Кто-то позвонил, говорит, может быть, нам стульчик взять? В табуреточку? И вот не очевидно для людей, которые идут в первый раз, что такое сидушка. Ну вот, это любопытно, и сегодня вот спасибо Насте и Сплаву за то, что нас в этих стенах приняли, и плюс еще здесь решили провести какую-нибудь, надеюсь, интересную кому-то лекцию. Итак, вообще лекцию сегодня выбрали, чем занять детей в походе. Меня зовут Ходченков Слава, я руководитель проекта «Слава детям», и мы ходим с детишками в походы. Много, часто, у нас уже достаточно большая команда. Вообще у меня… Ну, я в школе плохо учился, даже очень, и я не полагаюсь на память что-то запоминать, поэтому я написал себе шпаргалочку какую-то. Еще у меня первое образование медицинское, поэтому почерк еще очень непонятно, то тоже это видно. Ну вот, я буду иногда тогда с вашего разрешения подсматривать сюда, хорошо? Мне так будет точно чуть проще вести. Теперь, что касается… Что касается принципов, у меня есть три принципа на выступления, на лекции, на ведение. Первое – я практик. То, о чем я рассказываю, это все подкреплено моим личным опытом, это то, что я не прочитал, не узнал где-то из книг, а то, что я делал сам своими руками. Второй принцип – я не говорю, как правильно, я не учу, как правильно. Я только лишь делюсь своим собственным опытом. И третий мой принцип о том, что я не говорю то, чтобы кому-то нравится. Моя задача… Моя задача просто тогда рассказывать то, что я думаю, и вот это вот желание… А желание… Точнее, право, что говорю кому-то что-то, о чем-то, что, может, кому-то не нравится. Ну, вот я могу иногда… Как сложно говорю. Короче, я иногда говорю то, что всем не нравится. Вот какая-то такая история. Я оставляю за собой это право. Отлично. Итак, давайте я тогда коротенько расскажу о себе. Ну, просто, чтобы сложилось, наверное, какое-то доверие, что я не босяк какой-то, что я понимаю, о чем я говорю. Мне 38 лет. Я родился, живу в Москве. У меня есть двое детей своих собственных, замечательные две дочки 6-10 лет. У меня есть жена. С женой мы уже больше 12 лет в браке. И могу сказать, что прям точно счастливый брак. Мы с ней в походе познакомились, и с тех пор она больше в походы не ходит. Вот такая вот история. Ну, вот. Что касается моего педагогического стажа, то с 2013, то ли с 2014 года я преподаю при Российской Академии Наук. Я готовлю ребят по полевой геологии. То есть я их готовлю в кружке юного геолога к полевой геологии. У меня вот ребята занимали два года первые места на Всероссийской геологической олимпиаде по полевой геологии. Это прям какая-то крутая штука. Это про мой бэкграунд педагогический. А что касается компании, в 2017 году я организовал такой проект, как «Слава детям». «Слава детям» — это про походы, про образование в походах. Почему образование в походах? Мы сегодня точно вернемся к этой теме. Нормально слышно? Да, прекрасно. Ну вот, мы точно вернемся к этой теме. Сейчас в команде «Слава детям» ей почти 5 лет. Уже больше 40 человек в команде. Это инструкторы, координаторы и так далее. У нас в год проходит где-то чуть больше 4000 участников. И мы ходим по походам по России. Иногда куда-то дальше выбираемся в СНГ и так далее. У нас есть своя школа подготовки инструкторов. И вот, Наташа, спасибо большое, что пришла. Как раз ученица в этой школе. У нас есть юное поколение ребят, которые ходили участниками. И потом, как уж пора как раз, это все устроено, система. И ребята, когда учатся, ходят в походы, заражаются, увлекаются этой темой. Заражается, дурацкое слово. Увлекаются этой темой и начинают уже дальше инструкторить. Спасибо, Даня, мой помощник сегодня на проведении этой лекции. Спасибо тебе большое, что мне помогаешь. Как раз из команды юных инструкторов, которые тоже вовлечены в этот процесс. Вот, мне было, наверное, важно рассказать немножко о себе. И дальше я предлагаю, собственно, переходить к теме, чем занять детей в походе. Я думаю, что заинтересовать детей походом на самом деле очень просто. Мне кажется, в любом человеке, и особенно в ребенке, живет авантюрист. Потому что походы это что-то такое про приключения, про путешествия, про испытания. Где-то про трудности, где-то про какую-то романтику. И если детям не мешать раскрывать в этой романтике, они уже хотят этого. Вот. Но, как и, наверное, любой выход, как и любой выбор, всегда есть какая-то такая чаша весов. Где, если больше того, чего хочу, значит, идет. Если меньше того, чего хочу, значит, не идет. И давайте прям по пунктам разбираться, что же у нас в результате влияет на то, что хотеть пойти в поход, и то, что наоборот не хотеть. Что я точно могу сказать, что есть вещи, да, которые положительно влияют на это желание. Есть отрицательно. Точно всегда хорошо влияет это костер. Мы два дня назад, ну, не два, наверное, дней пять назад с одним педагогом смеялись. Походе вместе были с ее классом. Она классный руководитель. И мы смеялись о том, что детям для того, чтобы они были счастливы, нужно сделать всего две вещи. Первое – это выдать им спички и пилы. И второе – от них отстать. И вот дальше уже происходит процесс сам самостоятельно очень легко. Поэтому костер, костер всегда впечатляет ребят. Не всегда понятно, где его развить. Не всегда понятно, из чего. Но вот то, что ребята могут сами пойти и развести костер – очень, очень классная, занятная идея. Помогите, пожалуйста. Что еще впечатляет ребят, вдохновляет на то, чтобы пойти? Палатка. Палатка. Что касается палатки. Очень классно, если у кого-то из родителей дома палатка есть. И тогда можно вечером попробовать ее просто поставить в комнате. Или на кухне, или в коридоре у кого позволяет и так далее. А еще потом предложить в ней поспать. Вот эта вот идея про то, что палатка, там же еще часто бывает палатку ставишь, там какие-нибудь листья, мертвые жуки, муравьи, какой-нибудь песочек, с которым жена ругается потом в комнате. Ну вот, вот это ощущение, когда ребенок залезает в установленную палатку, оно очень, очень впечатляет. Если нет палатки, что делать? Можно, можно пойти простым путем, попробовать, попробовать сделать шалаш. Простой из одеял, подушек, из швабры, из подручных материалов, но какое-то убежище дома. Если, например, если есть там возможность заехать в магазин, можно купить просто 2 на 2 целлофановую пленку или средство для укрывания этой рассады. Из этого сделать. Прям отличная история. Я сейчас говорю, знаете, о такой прелюдии, которую можно провести с ребенком, чтобы ему захотелось пойти в поход. Отлично. С палаткой спасибо большое, отличный пример. Что еще может быть? Гамак. Гамак. Хорошо, хорошо, мы его сегодня... Гамак. Ага. Не очень... Ну, можно... Гамак. Чуть знает. Почему нет? Сказать будет гамак, но тогда нужно не забыть взять гамак. Это точно, да. Фонарик. Фонарик. Да, с фонариком отлично. Вот, с фонариком можно вообще даже поучиться попадать сигналы SOS. Сигнал SOS я, правда, путаю всегда. Там, по-моему, три длинные, три короткие, три длинные. И подается, когда светится фонарик, вот прикрывается рукой. То есть, на свет, когда подсвечивается, вот прикрывается. Ну вот, с фонариком согласен. Вообще, чаще всего самый популярный запрос... Самый популярный запрос, когда детей собираешь в поход и спрашиваешь, вот как у вас сегодня... Спрашивал, что хотите от похода. Наверное, большинство говорят поесть. Что касается еды. Это вообще поход такая штука, когда мы берем много еды, уносим это далеко в лес, там все это съедаем. Что классно получается с детьми делать из еды в походе? Сосиски на костре. Это точно. Ага, что еще? Ну, тут тертый калач, что я говорю, конечно, знаешь. Хлеб жареный. Хлеб точно. Простые продукты, простые вещи, но на костре они становятся желанными, вкусными, это точно. Есть еще что-то, что прямо ассоциируется у детей с походами, это маршмелки. Пожарить на костре маршмелки тоже классное событие. Больше того скажу, что вот мы недавно ходили, и ребята постарше, которые, у них выпускной был несколько дней назад, они очень хотели пожарить картошку в углях. Они так и не справились, но они, кто-то не запек, кто-то не допек, кто перепек, не было, нам выходить надо было, но почти всю картошку съели, даже сырой. Это было очень забавно. Почему-то желание чего-то испечь в костре, ну, например, картошка, точно да. Да, отлично. И вот у нас в прелюдии есть что-то, что прямо манит детей. Я могу сказать, там, и переправы через речку. Недавно даже скидывал, ну, я статью писал, называется ПАГР, педагогический аспект грязного ребенка. Так вот, грязюка, это прям то, что детей точно манит. Хорошо, поговорили о том, что прям, чем, какую идею можно подкинуть, чтобы захотелось пойти. Ну, есть вещи, которые смущают. Чего это такое? Комары? Насекомые, да. Ну, давай, да, комары точно, я бы комаров точно отделил, потому что они еще и неприятные. Ну, вот, ну, они там больно кусаются. Клещи не особо парят детей. Клещи парят родителей, детей нет. Комары, я больше того скажу, что кто-то боится пауков. Вот, вот, то есть какие-то такие пауки, и это прям про страх. Еще, наверное, самое большое, что отталкивает детей, особенно сейчас, особенно в такой современности, это много идти. Причем много идти, очень непонятное понимание, что это такое. И что касается много идти, то, ну, по большому счету, сейчас дети ходят точно меньше, чем, там, условно, 30-40 лет назад. И поэтому, в принципе, начать физически двигаться, не понимая каких-то выгод, очень тяжело. Ну, да, много идти. Это точно. Еще что-то есть, что смущает? Детей дождики смущают? Нет. Это вот как и взрослых. Дождики смущают взрослых. А детям нормально. Ну, прям точно. А? Не всех. Не всех. Я точно не хочу всех под одну гребенку, я, наверное, говорю про какую-то общую массу. Но в целом детям под дождями гулять ок. Переживают за это прям точно взрослые. Это точно. Хорошо. Я, наверное, больше того скажу, что страшный лес, потому что непонятно, что это такое. В прошлом году со мной парень ходил, ему было, по-моему, 11 лет. Он первый раз оказался в лесу. Для него все ново. Для него все непонятно. Все удивительно. Да, действительно. Как-то в 11 лет первый раз в лесу оказался. Он говорит, а что, я живу в городе, мне что сюда ходить? А был другой случай, когда парнишка, ему было 10 лет, и в 10 лет парень сидел, сидел у костра, потом уголек берет, вот двумя пальцами так раз, и взял уголек потрогать. Как это? До 10 лет у него не было опыта, как это уголь горячий. Ну, красивенький, красненький там в костре-то. Да, у него действительно там ожоги на двух пальцах с волдырями, с пузыриками, все. Ну, вот у него такое день рождения получилось. Ну, удивительно. Это я к чему говорю? О том, что, да, действительно, знакомство с природой сейчас, ну, чуть-чуть по-другому происходит. Не говорю, что это хорошо или плохо, но просто по-другому. Отлично. Так вот, что касается идеи, поселить идею о том, что сходить в поход точно легче. Стоит ли про это говорить? На мой взгляд, точно стоит. И еще стоит говорить, что это нормально. Да, иногда приходится много идти. Да, действительно, там какие-то насекомые у нас с этим, с этим есть, от этого есть средства. Точно не стоит это как-то умолять. Типа, ну, ладно, там же маленькие комары, они же всего-то, всего-то в Карелии самые большие комары в мире. Ну, ладно, что, ерунда. Точно не стоит говорить, что это какая-то для него незначительная, точнее, для вас незначительная, и для него тоже должна быть незначительная проблема. Ну вот, но идея заразить вот какими-то плюшками очень классно. Вообще, честно говоря, по моим наблюдениям, заразить идеей ребенка, опять заразить, идеей ребенка, что идти в поход вообще не проблема. Вот, тут дальше вопрос, вопрос, что же с этим дальше делать. Потому что одно дело, все, хорошо, ура, мамка, папка, идем в походы, так клево. А что дальше делать? И тут встает вопрос, чем заниматься. Я бы все походы, все, которые решаете организовать, разделил на три основные функции. И при этом всем эти, даже не функции, какие задачи ставить для похода. Я бы разделил здесь на три составляющие. Первое, это развлекательные, развлекательные походы. Второе, это развивающие. И третье, это увлекающие. Сейчас будем прям идти по пунктам. Что касается походов развлекательных. Я прям сразу скажу, что я не сторонник таких походов. Тема развлечений – это али-анимация. То есть нужно натянуть классный веревочный курс большой, чтобы они там лазили. Это нужно сделать квесты, чтобы они бегали увлеченно, что-то искали, все радовались. Что-то делали. Потому что здесь тогда самое основное желание, которое хочется – это веселье, впечатление. Нет, наверное, веселье я бы даже сказал. Если ребенок здесь плачет, это уже тяжело, это уже недопустимо. И в принципе ок. Потому что действительно отдыхать и развлекаться тоже классно. Но на мой взгляд развлечений достаточно много. И в походах в том числе их нести, я не очень понимаю, зачем. Почему? Потому что как только ответственность за то, что будет весело ребенку, перекладывается с ребенка на кого-то из взрослых, из организаторов, из родителей, тогда появляется такая штука. Вот вы наверняка слышали эту фразу. «Мне скучно». И тогда что происходит? Тогда родитель начинает чувствовать, наверное, у родителей включается два механизма. Первый. Я плохой родитель, раз у меня ребенок скучает, и надо что-то делать, не хочется быть плохим родителем. Или второе включается. Не занятый ребенок хуже незанятого солдата. Или себе навредит, или окружающим, поэтому срочно надо что-то занять. И тогда начинает что-то выдумываться. Тогда приходится постоянно думать, а чем же его развлечь. А ребенку каждый раз нужно что-то по-разному. А ребенку самому себя занимать все сложнее и сложнее. И как только становится скучно, нужно, чтобы кто-то взял за это ответственность и развлек. А иначе нужно донимать тогда кого-то из старших. И я считаю, что это какой-то, ну, какой-то такой замкнутый круг, в который очень сильно устают организаторы. Дети перестают на себя брать ответственность за свое собственное состояние, за свое развлечение. И, да, ну и все. На самом деле это очень тяжело организовывать каждый раз из раза в раз. Поэтому мне развлекательные походы, ну, прям, прям не нравятся. Хотя точно имеют место быть. Второе – это развивающие. Если мы говорим, как только, про воспитание, про образование, мы говорим, что тут в таком случае становятся целью навыки. Навыки. И в таком случае, ну, ребята входят в школу. Ну, могут они там поплакать, может им это не нравится. Конечно, может. Может, ну, то есть в этом процессе уже не так важны, не так важны веселья, как важны те навыки, которые получают. И какие навыки получают, я бы тоже здесь разделил. На, ну, сейчас довольно-таки модно делить навыки на жесткие и мягкие. Hard skills, soft skills. Hard skills. Твердые навыки – это которые напрямую можно получить в походах. Например, что напрямую получается в походах? Че, че, люди учатся? Да, например, развести костер. А еще лучше, если это сделать из мокрых дров. Что еще из навыков походных? Добыть еду. Приготовить. Нет, приготовить. Какую еду добыть? Рыбу поймать. Рыбу поймать. Да, рыбу поймать. Ага. Или хотя бы половить. Половить, хотя бы получится. Да, точно, точно. Согласен, согласен. Ага. Поставить палатку. Точно, палатку поставить. Поз. Палатку. Давайте еще один на всякий случай, просто что-то, что-то, что-то. Пилить дрова. Кстати, тоже классный навык. Так вот, мы с вами живем в городе, и для обеспечения себя, своей жизнеспособности, для обеспечения своей комфортной жизни, кто этим занимался, вот, ну, хотя бы за последние там пару лет из вас. Слушайте, не актуально. Вот с точки зрения, с точки зрения актуальности навыков, походные навыки не актуальны совсем. Объясню, почему. Если хочется горячей еды, достаточно на микроволновке кнопку нажать, раз у тебя горячая еда. Рыбу не надо ловить, она в магазине продается по акции в Перекрестке за очень адекватные какие-то деньги. Ну, честное слово. Для того, чтобы обеспечить себя едой, нужно не добывать еду, просто в магазине ее купить, и это стоит каких-то, ну, доступных денег, так или иначе. Например, там что у нас? Пилить дрова, но тоже вообще непонятно, зачем дома для себя обеспечения пилить дрова. Именно поэтому хардскиллы походные, ну, не актуальны. Вот сейчас, вот в том мире, в котором мы с вами живем. А есть что-то, что в таком случае в походах очень круто развивается. И это как раз софт-скиллы. Это то, что сопутствующее. И это то, что мягкие навыки, это то, что может пригодиться в любой работе. Это то, что помогает строить карьеры. Это то, что помогает, по сути, дальше развиваться. И это прям отлично строится, налаживается коммуникация. То есть очень тяжело идти в поход и там не общаться. Очень тяжело сделать какое-то совместное дело, например, натянуть переправу или построить плод, не договорившись с другим, кто, как и что делает. Командная работа. Точно, точно очень походы хорошо учат самостоятельности. Вот моя основная квалификация, наладка коммуникации как раз о развитии в детях самостоятельности. Потому что в походах очень тяжело не быть самостоятельным. Я сейчас пример приведу, когда... Я очень люблю этот пример. И вот даже ребята такого возраста, когда приходят ко мне, говорят, я хочу сосиску на костре пожарить. Говорят, ну иди пожарь. Ну, я не умею. Говорят, не умеешь, тогда не жарь. И тут у ребенка вот внутри встает вот этот вопрос о том, что я или сейчас напрягусь и что-то сделаю, у меня будет сосиска, или у меня не будет сосиски. И ответственно только он за это. И получается, опора только у него за такую штуку. И вот я смотрю, что он такой походил с сосиской уже. Мне нужна палочка. Говорю, ну найди палочку. Он где? Говорю, где хочешь. Смотри, он уже отламывает где-то какую-то палку. Ну, кривая, грязненькая. Ну, что с того? Ну, зато его собственное. И вот он подходит уже с палкой, с сосиской. Такой, слушай, почисти мне сосиску от пленки. Говорю, не буду чистить. А уже понимает. Ну, ладно-то. Я смотрю, своими маленькими, еще от моторики не созрев, что такими корявенькими пальчиками, уже сам чистят. И через две минуты уже с чищенной сосиской идет ее в костре жарить. Именно так растет самостоятельность. Именно в той среде, где нельзя не быть самостоятельным, эта самостоятельность и растет. Что-то, мне кажется, у нас тема-то вообще совсем про другое. Я ушел в свою любимую, в то, что классно развивают походы. Простите мне, моя слабость. А вот какая-то такая. Я все-таки топлю за то, что походная среда очень круто развивает гибкие навыки. Очень классно развивает творчество. Очень классно развивает любознательность. Потому что лес – это отличная среда для познания всего того, что вокруг. Вот, как я говорил, для любого возраста, без исключений, хорошо подходит. Отлично. И в таком случае, если вы ставите развивающиеся навыки, очень классно понять, а что именно вы хотите развивать. Харт-скиллы – классная упаковка, классное направление, чтобы развивать софт-скиллы. То есть, слушайте, одному развести костер из мокрых дров, правда, сложно. Вот Наташа может подтвердить точно. И мы в Смоленщину в этот снегодождь ездили. Это очень непростая задача, она точно требует командной работы. Если поставить такую задачу, будьте уверены, гибкие навыки развиваются. Вот если эти задачи для детей поставить, вот эти вот задачи будут отлично развиваться, если их поставить как цель для взрослых. Вот. И третье, третий этих походов – это увлекающие походы. Как я это вижу? Родители когда-то ходили в походы, и у них остались очень приятные впечатления, как это было у них в детстве. И очень хочется показать, как… И очень хочется увлечь этим же детей. Очень хочется показать, что это классно, там весело. Ну вот. Но в таком случае главный фокус в увлекающих походах лежит уже не на ребенке, а только на взрослом. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что научить увлекаться ребенка может только увлеченный взрослый. Только тот, который идет и сам разводит костер из мокрых дров, который сам с удовольствием строит шалаш, потому что ему самому это интересно. Сам ловит рыбу, потому что он сам кайфует от этого. И вот когда, уж поверьте мне, когда взрослый идет и увлечен, например, с огнива, что очень непросто, пробует развести огонь, вокруг него собираются детишки просто посмотреть, как это делает взрослый. Но в таком случае, в таком случае, в этой истории нельзя вводить какие-то педагогические, какие-то обучающие процессы, какие-то развлекательные процессы. Тут очень важно идти, увлекаться самому, и если кому-то интересно вокруг, дать возможность просто пропитываться этой средой. И я считаю самыми, наверное, самыми крутыми, самыми крутыми походами, именно увлекающиеся, именно поэтому у нас вот в проекте есть классные биологи, которые очень любят биологию. И когда они идут и рассказывают про свои любимые дела, детям очень тяжело находиться рядышком просто в стороне. Они уходят с открытым ртом, слушают. У нас геологи такие же. Когда мы идем в грязи, находим какие-то образцы геологические, которых, кстати, в Москве и Подмосковье очень много, и когда геологи про это начинают рассказывать, и увлечены про какие времена это, в каменноугольный период, что там 30 миллионов лет назад, тогда еще жили такие-то древние ископаемые животные. И когда человек увлечен, он умеет увлекать за собой. А на мой взгляд, классное образование – это когда вокруг ребенка есть много увлеченных взрослых, которые, собственно, и показывают, как можно увлекаться. Я сейчас не воспринимаю, как наезд на школу, но вот у школьных учителей при загрузке в 30 часов в неделю по нагрузке, ну, часто учителя учат детей, как нужно страдать, ходить на работу, чтобы страдать. А мне кажется, можно по-другому. И вот увлекающие походы, они как раз про то, как самому увлекаться. И там ребята могут посмотреть, как это. Отлично. Что касается вопросов по тому, как задачи ставить, понятно или еще подраскрыть? Классно. Да, единственное еще замечание. Не ставьте себе задачи две сразу. Ни одну не достигнете. Нужно идти и брать себе в задачу или одно, или второе, или третье. Лучше их не смешивать. Отлично. Хорошо. Теперь мы уже поговорим о том, какие можно выделять роли. Очень классно. Ну, я вообще считаю, что организация быта в походе, это уже является классной педагогической задачей. И в таком случае ответственность за то, что происходит на поляне, очень классно самим ребятам передавать. Самое главное, что ребята это с удовольствием готовы брать. И тут вопрос, какие роли им вообще можно передавать. Что можно давать? Давайте сейчас разбираться. А я, наверное, напишу какой-то список стандартных ролей, которые мы иногда присваиваем. Ну, например, есть такая роль, с чего начнем? Давайте с понятного. Костровой. Задача кострового, например, следить за тем, чтобы всегда, если готовим еду на костре, в котелке, всегда был достаточный жар в костре и всем было тепло. Есть такое, как дровяной. Дровяной. Задача дровяного следить за тем, чтобы в лагере всегда были дрова. Если не хватает дров, нужно организовать сбор дров для того, чтобы всем было удобно, чтобы всех собрать и принести большое количество дров в лагерь. Отлично. Есть повар. Повар это тот, который, собственно, готовят на поход. Можно эти задачи детям раздать? Конечно, можно. Я бы даже сказал, нужно. Ну, хорошо. Давайте, помогайте. Какие еще роли бывают? Что можно еще делать в походе? Мыть посуду. Мыть посуду. Мыть посуду. Ну, у нас обычно это повар. Посуда мой. Давайте так, хорошо. Посуда мой. Почему нет? Согласен. Их много. Если это нужно, что это значит? Придумать игру. Ну, давай, игровед. Да, кстати. Слушайте, можно, кстати, игры ставить не для развлечения. Да, точно. Игра – отличная среда для развития классных навыков. Я обожаю игры. И что касается игр, например, для выявления лидерских качеств, для создания теплой дружеской атмосферы, для знакомства. Тоже классные игры и так далее. Игровед почему нет? Отлично. Давайте так. Медик. Задача медика, например, носить аптечку, выдавать пластыри и клеить даже эти пластыри и так далее. Чтобы таблетки не выдавал, договориться с ним. А вот какие-то легкие, там, обработка перекищи и наклейка пластыря, отлично, с этим ребята справляются. Или хотя бы даже пусть носит аптечку, уже прикольно. Ага. Что у нас есть еще? У нас бывает, например, тентовой. Я вообще уже непонятно пишу. Тентовой – это человек, который следит за погодой и, если что, организует навеску тента. Есть у нас… Я пока готовился сейчас, чтобы не из головы вспоминать. Есть у нас, например, замыкающий. Следит за тем, чтобы никто не отстал, никто не потерялся. Замыкающий. Есть у нас глашатый. Глашатый. И глашатый контролит это время. И вот он постоянно. До выхода осталось 5 минут, до выхода осталось минута. Или выходим. И так далее. Вот такая роль глашатого. Бывает, когда на длительных маршрутах, раз говорили про них, есть классная роль казначей. Казначей. То есть человек, который фиксирует, сколько потратили на какие продукты. Классные. Есть завхоз. Завхоз обычно это самый вредный человек в этом самом группе, у которого лишние конфеты не допросишься. И так далее. Не манипулятор такой, который… Кремень. Вот. Если большой поход, завпит. И так далее. Бывают такие ребята, которым все не нравится. Они ходят демонстративно, такие, все надоело, ничего не хочу, зачем я вообще сюда пошел. И вот у нас на этот счет есть такая роль, называется балласт. Задача балласта, например, когда глашатый объявляет, до выхода осталась минута, задача балласта громко кричать, когда это все закончится, как вы мне все здесь надоели и так далее. Удивительно, но роль балласта очень круто включает человека в процесс похода. И если он поначалу действительно недоволен, то он потом за счет вот этого вот, вот этих своих высказываний, он так втягивается, что он со временем перестает быть балластом в понятном понимании этого слова. Есть еще картограф, который рисует маршрут, который фиксирует и потом пишет отчет. Есть операторы, у нас есть фотооператоры, у нас есть видеооператоры. Может один человек, один ребенок выполнять несколько ролей? Конечно, да. И это нормально. И я за то, чтобы ответственность за то, что происходит, вообще передавать детям. У нас, например, нет обязательных дежурств. У нас все дежурства только добровольные. Готовит только тот, кто хочет. Есть единственное условие, нельзя готовить на себя, если готовишь, готовишь сразу на всех. Ну, бывает такое, что такие, ну, никто не собрался, никто, по сути, решили никто не готовить, и тогда, и тогда, ну, мы, ну, ладно, значит, все не без обеда. И это тогда оттягивается, наоборот, что в стороне находится кто-то, кто готов подежурить на всех. Это во-первых. Во-вторых, вот эта вот передача ответственности, например, поварам. Бывает такое, что мы едем подгорелую кашу, подгоревшую кашу? Конечно, бывает. Но то, что подгоревшую кашу сделали, но сделали дежурные, в этом очень много ценностей. У ребят, ребятам помимо роли передается еще ответственность. А ответственность это все-таки является маркером взрослости. Если маркера взрослости в жизни недостаточно позитивного, позитивного такого, как, например, пойти на всю семью, купить продукты, или на весь поход продукт купить, или отвезти младшего брата в садик и так далее, тогда маркерами взрослости становятся негативно окрашенные какие-то поступки. Например, мат, сигареты и так далее. Поэтому доверять детям взрослую ответственность – очень классная практика по развитию в них самостоятельности. И это то, чего ребята с удовольствием берут. У нас вот это все ребята разбирают так или иначе. Вот, Наташа, какая-то такая история. Единственное, что не получится руководителю передать детям, можно разделить, но передать не может руководитель. Это что, как думаете? За безопасность. За безопасность, конечно. Это то, что руководитель не может передать. Ну, не может передать. Что касается безопасности, то безопасность, как правило, стоит на двух ногах. Первое – это физическая безопасность. А второе – это психологическая безопасность. У нас это обозначено в проекте запретами угрозы жизни и здоровья, действия на угрозы жизни и здоровья. А второе – это ущемление чести и достоинства. То есть запрещено смеяться над тем, что человек не в силах изменить. Все очень просто. Очень простые правила. Почему я говорю, что передать не может, но может разделить? Мне кажется, что классная система безопасности – это не та, в которой есть огромное количество инструкций. Это та, которая поддерживается самой же и регулируется самой же группой. В таком случае у нас в системе безопасности есть запреты категорические, которые нельзя нарушать. Я про них рассказал. И есть действия. Если кому-то не нравится, точнее, если кто-то видит, что табу нарушается, он выставляет руку вперед и громко кричит команду «стоп». В таком случае группа слышит маркер небезопасности и все вмешиваются в то, чтобы табу перестал нарушаться. И вот эта история, когда сама группа регулирует безопасность, она становится более состоятельной. Тоже удивительная история. Сейчас приведу пример, что детско-родительские походу более травматичны, чем чисто детские. Удивительно, потому что ответственность за свое здоровье все-таки родители детям передать тяжелее. Вот просто мои интересные наблюдения. Хорошо. Итак, как, вы не устали? Нормально? Это прекрасно. Итак, что касается походов. Был еще вопрос, сколько нужно взрослых для сопровождения детской группы. Ну, вот мне, например, вдвоем с другим взрослым совершенно нормально руководить группой детской из 25-30 человек. В общем, 25-30 детей мне вдвоем нормально руководить. Вот как раз за счет системы безопасности. Есть нюансы, что обязательно с детской группой должно быть как минимум два взрослых. Два совершеннолетних. Почему так? Если с одним руководителем что-то случается, должен быть еще обязательно кто-то, при ком дети просто не разбегутся в разные стороны для личной безопасности. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы не называться для переездов, чтобы не собирать огромное количество бумаг, чтобы не было претензий стороны правоохранительных органов и так далее. Если есть как минимум один взрослый на 8 детей, то тогда можно не называться организованной группой. И тогда можно спокойненько уже, ну у нас вот просто, там другая система организации, я думаю, что сейчас не по теме и не все, я готов говорить на камеру, к сожалению. Ну вот это прям основа, основа такая. Хорошо. Итак, у нас еще есть три блока, а по времени прям, прям четенько, хорошо. Итак, хорошо. Теперь мы поговорим о том, какое снаряжение, вообще что из снаряжения взять с собой, с собой в поход. И снаряжение, как мы говорили, один из самых интересных вещей, это что-то пожарить на костре. Можно ходить, конечно, в парк в ближайший, но все парки в Москве это особо охраняемые природные территории. Если мы говорим про организацию похода где-то рядышком, я вас прошу посмотреть, в интернете легко найти карта Подмосковья особо охраняемой природной территории ООПТ и посмотреть, где можно костры сжечь, а где нельзя. Я прошу вас тогда в особо охраняемых костры не разводить. Так вот, что касается, посмотрели, куда пойти, у нас в этом плане вокруг Москвы огромное количество мест, очень красивых, которые находятся по вашему направлению, в сторону вашего дома. Если нужны будут вопросы, вы можете мне смело написать, вот, очень, как слово, меня легко найти, где-то через поисковики, и спросить, куда можно пойти, с какими детьми, чтобы там что-то поделать. В этом плане Москва прям уникальна, вокруг огромное количество интересных объектов, куда можно сходить. И большинство из них, большинство из них с кострами. Так вот, из снаряжения, что классно взять, это прям точно коробков 40 спичек, потому что одного коробка часто не хватает, чтобы ребята развели костер. И чем больше коробков, тем просто прикольно. Ребятам зачастую просто прикольно подзажигать спички. Я считаю, что, ну, я считаю большой ошибкой, когда взрослый видит, что ребенок зажигает спички, табуировать эту тему. Потому что у ребенка появляется интерес, как это сделать. И на мой взгляд, намного ценнее взять ребенка, пойти в лес и вместе с ним эти спички понажигать вообще в свое удовольствие и проговорить, что опасно, что не опасно. Чем прям табуировать? Любая табуированная тема, она будет находить ответы через любопытство. Вот спички точно можно экологично изучать. Вот, поэтому спичек прям взять точно не жалея, они по рубль 99 копеек, то есть это прям очень доступно. И пойти их нажечь прям в огромное удовольствие, это точно. Как мы и говорили уже, те самые пилы и спички и все, и отстать от детей. Пилы, ну, часто это вот такие ножовки. Даже если их выдать ребятам без инструкции, ничего страшного не произойдет. У ребят, ну, иногда появляются какие-то порезики небольшие, какие-то ссадины. Ну, да, действительно, кто-то криво держится, кто-то вообще за полотно держится. Но пилить так, чтобы нанести себе ущерб какой-то, ну, нереально, честно. Имеют они право получить синяк, ушиб, порез? Да точно, да, детство, ну, вот такое детство. Грязненькое, как мне нравится. У цыган есть такое выражение, может, не очень пример, конечно, хороший, но тем не менее. А цыгане говорят о том, что ребенок бывает или чистый, или счастливый. Вот, в этом плане прям тоже касается и с пилами, и с прогулками. Не шпинять, не шпинять ребят о том, что они делают. Здесь я бы прям точно разделил нахождение на поляне с ребятами на две части. Первая часть – это безопасно, а вторая – комфортно. Безопасно – это то, что угрожает физическому или ментальному здоровью, ну, то есть психическому здоровью. И это, например, на другого человека кидаться с ножом, с топором, чтобы что-то нанести у вещи. Или, например, толкать в опасную зону, или там на слабо убрать, потому что, ну, гладбец, потому что. Вот. Или, например, смеяться над тем, что человек не может изменить, например, над цветом волос, над тем, что человек что-то боится. Типа, да ты что? Ну, вот. А то, что комфортно, я предлагаю ребятам дать возможность подопускать в этом ошибки. Так вот, если ребенок порежется ножовкой, это чисто про комфорт. Самого ребенка причем. И я предлагаю в таком случае в эти дела не вмешиваться. Иногда они не хотят есть суп, и это нормально. Иногда они, чего-чего, лазят по деревьям, и про безопасность, там, это нужно слишком высоко залезть, и это делается тогда очень демонстративно, чтобы это стало опасным. Чаще всего они лазят, если упадут, то это вопрос про комфорт только лишь. Ну, вот. Поэтому я предлагаю брать такое снаряжение, чтобы как раз-таки разделять безопасно и комфортно, выдавать, и от них просто отставать. Это прям, на мой взгляд, очень важная часть. Ну, вот. Что еще хорошо брать? Например, один из частых самых запросов у родителей, которые хотят, чтобы что-то было в походе, это компас и карта. Мне кажется, что ориентирование в большинстве случаев, это вот на коротких дистанциях, когда вывел детей в лес, у них все, у них... Это самое, лягушка проскакала, самолет пролетел, палки, деревья. Им стоять, рассказывать, как ориентироваться про компас и карты, это очень нудно, честно. Ну, у меня не получается, не получается это делать интересно, поэтому, если группа спокойненько, меланхолична, им тогда еще ориентирование более-менее заходит. Компас, карта. Но чаще всего это, конечно, мучить группу, когда вокруг столько всего интересного. Чего хорошо еще брать с собой? Классно давать возможность развести костер с помощью огнива. Это точно не простая задача, когда посуши в лесу, точно покомфортнее. Можно раздать лупы, и с помощью лупы тоже попробовать им дать возможность развести костер, это еще сложнее. Не говоря уже там про то, что можно попробовать тереть палку по палку, это вообще нереальная история. Можно, конечно же... Меня ребята как-то попросили показать самый необычный способ, как можно развести костер. Вот, мы тогда... У нас был многодневный поход, мы зашли в населенный пункт и купил презерватив. Ну вот, и презерватив, с помощью него, оказывается, тоже можно развести костер. И это было очень занятно, потому что его наливаешь, в него наливаешь обычной воды, только обязательно, чтобы вода была прозрачная. Его, так, немножко сминаешь, не то слово, сплющиваешь так, чтобы получился ровный шар. И с помощью этого ровного шара получается луп, и с помощью этого лупы можно развести костер. Это было очень удивительно для них. Это было... И они говорят, а для этого там презервативы делают? Просто такая вот смешная история. Хорошо. Ну вот, я думаю то, что всегда очень классно заходят веревки. Вот вы говорили про слыклайн, точно веревки можно натянуть. У нас с собой почти на каждый поход мы берем веревки. Почему? Потому что мы идем, видим, какой-то, как-нибудь, ручей разлился, маленькая речушка. Очень интересно натянуть переправу. Отличная командная работа. А самое главное, что вот если в веревочном курсе или там в квест не очень понятно зачем, то здесь очень очевидная цель. Нужно переправить с одной стороны на другую, а для этого нужно все вместе собраться, чтобы что-то сделать. Переправы тянуть прям очень классно. Бывает, когда дождик, не очень понятно чем заняться. Когда не знаешь чем заняться с группы, вяжи узлы. Узлы очень занятное, интересное дело. Ну тут минус, их надо самому уметь вязать. Хорошо бы. Ну вот, что касается... Что касается с собой еще можно взять? Можно взять книги-определители. Ботанические определители, насекомых-определители. Это просто интересно, ходить и изучать, читать про какие-то растения. Есть такой писатель, называется Рудашевский. Очень люблю его книги. Я хотел их взять, но забыл. Все очень просто. Мне мама сегодня не положила их, я поэтому не принес. Рудашевский. Рудашевский. У него есть серия из четырех книг. Четыре книги. Вода. Жажда. Убежище. Еда, наверное, да. И костер. Вот. И эти книги, они сделаны, они градированы от легких задач к сложным. И можно с ними, как с инструкциями, выходить в лес. И по ним что-то делать, прям выполнять задания. И как написано? А написано еще таким классным языком. Ты что ж, да, купила такие? Ага. И вот можно с такими книгами ходить. И для этого очень хорошо. Я писал про увлекающийся поход. Самому взрослому изучать, как это все работает. А дети легко в это подтянутся. Или заняты будут чем-то, что им самим интересно. Или будут втягиваться в то, что там написано. Очень классный процесс. Отлично. Я думаю, то, что очень классно раздать ножи. Дети с ножами тоже любят чем-то играть. Кстати, мы тут выяснили, что оказывается в ножичке дети сейчас играть не умеют. Не знают, что это такое. У нас вообще с вами в детстве чем отличается наше детство? Ну, в большинстве случаев. У нас было большое количество дворовых игр. В которых вот мы говорили про гибкие навыки, которые в дворовых играх классно развиваются. Сейчас не так много, к сожалению, дворовых игр. И вот, ну да, действительно, ножички дети не знают. Я не говорю, что это хорошо-плохо. Просто вот как данность. Любопытно. Отлично. И так далее. Можно взять проволоку и попробовать построить с ребятами шалаш. То есть дел для похода, для того, чтобы прийти и чем-то позаниматься, ну, достаточно много. И тут вопрос, что хотят вообще от похода дети. Чаще всего, как я говорил, от детей достаточно в лесу просто отстать. Контролить только систему безопасности и все, и больше не вмешиваться. Ребята, точно очень самодостаточно. Казалось бы, что будут сразу сваливаться в гаджеты. Мои наблюдения показывают обратное. Очень интересно даже. Сейчас попробую задеть немножко эту тему, почему дети вообще сваливаются в гаджеты. У каждого ребенка есть, ну, много потребностей. Есть еще три такие важные. Первая потребность в свободе. Не только ребенка, это вообще потребность любого взрослого, любого человека. Потому что лишение свободы, это, пожалуй, одно из самых страшных наказаний, которые есть. Ну вот. А с контролем, с вот это вот, позвонить на часики. И сейчас даже школу же не прогуляешь. Чуть что, не пошел в школу, сразу звонок от учителя. Из дневника даже двойку не вырвешь, потому что она электронная двойка-то теперь и так далее. Контроль – это другая сторона свободы. Есть такая штука, как любознательность. Но, к сожалению, в школу дети ходят не для того, чтобы им интересно что-то узнать. Ходят, чтобы получить пятерку или не получить двойку. А еще, если дом подкрепляется рыночными отношениями, типа, вот те две пятерки 200 рублей, а если там за двойку не пойдешь к другу ночевать, эта любознательность еще сильнее кроется такими рыночными отношениями манипулятивными. И от любознательности там не остается. Ну вот. Есть еще про чувство взрослости и ответственности. И мы про это говорили чуть раньше. Так вот, чувство взрослости часто в контроле просто не дает взрослой ответственности. Ну вот. Именно поэтому вокруг ребенка складывается такая психологическая среда, что хочется куда-то убежать. И гаджеты для этого отличная среда, потому что там есть и любознательность на его уровне, и полная свобода. Он может себя там чувствовать спокойно, он там может выдохнуть. И плюс он еще, там у него есть какие-то маркеры взрослости. Сейчас я прям точно эту тему не готов касаться, она слишком обильная. Почему я вообще про это говорю? Потому что если отстать от ребенка, например, в походе и дать ему возможность, они в гаджетах не сидят. И потому что туда совершенно не нужно залезать. Вокруг столько всего интересного, где можно скомпенсировать вот эти вот свои ощущения, которые не получаются, например, в школе. Что-то я сегодня целый день на школу наезжаю. Я не против школы, у меня дети ходят в обычную муниципальную школу, и мне ок. Не подумайте, что я наезжаю на школу. Просто я считаю, что школы классно чем-то дополнять. Очень интересное недавно наблюдение было, вот сейчас подтверждение слов. Когда мы ходили, мы ходили, поход было в Калистово, мы ходили смотреть на бобриные плотины. И один из детей, когда переходил через дерево, он свалился из дерева куда-то в речку, чуть-чуть подмог, что-то где-то в ногу немножко, даже не подвернул, больше испугался. И на него прибежала сразу, вот пошла только не его мама, а пошла няня. А на няне дополнительная ответственность, это же не ее ребенок, а ответственность она несет. И она как покричала, покричала, покричала на ребенка. И вот в моменте сказала ему больше никуда не ходить, чтобы только на поляне был. И вот как только ребенок лишился свободы, он сразу полез в гаджет, потому что там проще. Яркий такой пример был, это очень показательный был пример, очень любопытный. Ну вот, поэтому еще раз скажу, прям тут специально ничего придумывать не надо, просто отстать. Но опять же, зависит от задачи. Я говорю про развитие полезных навыков или про увлекаться. Про развивающие, про развлекательные, там не получается отставать, там другие цели. Хорошо. А вообще, иногда в походе, ну, бывает такая еще история, перевзбудоз я называю это, когда у ребят очень много энергии, очень много впечатлений за день, и нервная система не справляется, и начинается, очень-очень тяжеловато сконцентрироваться на чем, начинает беситься, бегать и выводить такую группу рядышком с проезжей частью, ну, прям небезопасно. Прям их точно нужно иногда привлекать их внимание, о чем-то говорить, устанавливать какие-то границы, и это как раз про безопасность. У нас есть разные приемы по привлечению и удержанию внимания. Есть какие-то долгие приемы, когда все рассредоточены. Давайте я сейчас с вами его проведу. Кто меня слышит, сделайте раз. Кто меня слышит, сделайте два. Кто меня видит и слышит, сделайте три. Ага. Вот этот прием помогает привлечь первое внимание. Но ребята чем-то заняты, и тут кто-то из взрослых такой похлопали, послушали, ощущение, что дальше что-то будет интересное. И тогда, после того, как давайте сделаем раз, два и так далее, а после этого начинает, так, ребят, давайте соберемся, сейчас я буду рассказывать, как будем переходить дорогу. И они такие, а, блин, нет, вот эта история не работает. А работает очень классная команда. Я учился в сингапурской системе, в педагогике, и вот оттуда вынес несколько, наверное, методик для походов. И вот очень интересно, что, когда нужно привлечь все внимание, у нас есть команда «класс да». Если я громко говорю, или другой инструктор, громко говорю команду «класс», нужно ответить «да», оставить свои вещи и посмотреть на меня. Давайте попробуем. «Класс». Смотрите, вот когда слышите вялый ответ «да», где-то кому-то неловко, где-то неудобно. И в таком случае есть такое ощущение, что можно говорить, да, можно не говорить, да, можно непосредственно к этому относиться, можно непосредственно. А безопасность, она важна тогда, когда она включает всех и одинаково. Безопасность будет работать только тогда, когда она для всех едина, и для меня, и для кружочки. Я вообще за то, чтобы правила были едины для всех. Если нельзя мне, значит, нельзя окружающим, и так далее. Так вот, я прошу, в таком случае, мне точно нужно ответ «да» от всех. Я занута в теме безопасности, и мне нужно, чтобы ответ «да» был громкий, четкий от всех. Хорошо? Класс! Да! Спасибо. Вот чувствуете, уже вовлеченность чуть-чуть другая. И вот это вот, для того, чтобы сказать «класс, да», это намного быстрее, чем вот это вот хлопнуть. А еще настораживает о том, что сейчас ведущий, сейчас руководитель или инструктор будет о чем-то говорить. Слушайте, я очень вам благодарен за то, что мы целый час с вами о чем-то говорили. Нет, я говорил, вы слушали. Я думаю, что в конце рабочего дня, какой сегодня день, понедельник, а тем более, провести за лекцией, ну, непросто. Я прям очень благодарен вам за совместное время. Скажите, пожалуйста, как вы? Например, водить класс, в поход вести класс точно тяжелее, чем вести в сборную группу. Это повод отказываться от того, чтобы класс водить? На мой взгляд, нет. Вообще, что касается дружбы, я считаю, что дружба очень классный, ценный навык. Дружба появляется там, где есть интерес у одного человека к другому. А еще дружба очень хорошо проверяется в трудностях. Походу, это прям точно про трудности. Готовы и хотят ли дети на трудности? Точно да. Вот мы только-только недавно, Даша, вспоминали о том, что мы когда в Смоленскую область ездили, в эту самую, и третий день мы пошли в лес, и дети с огромным удовольствием бегали по льду на болоте, проваливаясь, проваливаясь где-то по пояс, где-то там по колено и так далее, просто потому что это какая-то важная среда. Точно так же там же ребята учились разводить костры в этой мократе. Точно так же хотя бы пройти километраж – это уже трудность. Готовы и хотят этого делать? Точно да. Да. Проявляется там, проверяется дружба. Точно так же проверяется. Можно и общаться в походе – ну да. И если говорить про организатора, ну организатору проще наверняка, чтобы пошел без друга, сын. Ну нужно ли следить за тем, что комфортнее организатор? Если ты организатор, тогда лучше и мало опыта. Вообще, кстати, маленький совет. Если вы вынуждены вести поход, и ваша задача – ну просто провести какой-то детский поход. Не так много опыта, лучше тогда простроить длинный маршрут. Длинный маршрут поставьте километров 14-16, чтобы они шли, уставали, и на коммуникацию, драки, взаимодействие, время и сил просто не оставалось. У меня прям маршрутики сильно короткие, у меня маршрутики километра где-то полтора, ну два до базового лагеря. Потому что у меня основная, основной мой навык, ну основная моя квалификация – наладка коммуникаций внутри детских групп. И в таком случае я иногда хожу и создаю им проблемы, чтобы они их сами решали как-то. И в этом очень много ценностей. Ну или не создаю, они сами, бывает, хорошо создают. Хорошо этому обучены. Поэтому если у организатора мало опыта, делал просто длинный маршрут и все. И чтобы они устали и больше никогда не пошли. Я сейчас пример тоже приведу. У меня дочка моя старшая, в 4 года она прошла со мной 11 километров. И потом 2 года со мной в поход не ходила. Это была моя эмпирическая такая ошибка. Ну вот. Я ответил на твой вопрос? Если ответственность за бытовые задачи в походе лежат на инструкторе, ну там действительно начинается какая-то такая договоренность, манипуляции, какие-то такие истории про, ну давай, уговор, ну пожалуйста, возьми, давай, ты же взял, что не делаешь. Потому что ответственность за результат лежит на руководителе. А я предлагаю эту ответственность передавать. То есть как передавать? Это очень схоже с играми. Давайте я сейчас сначала про игры, аналоги проведу. Бывает такое, когда ведущий, классный аниматор, да ребята, давайте встанем, поиграем, будет весело. Я сейчас расскажу правил, ну куда ты побежал? Нет, давай с нами, мы будем дружить, любить друг друга. Ну пожалуйста. В этот момент ответственность за игру лежит на организаторе, на аниматоре. Важно, чтобы все были вовлечены, радостные, хорошие. А можно по-другому оказывается. А можно выступать следующим образом. Ребята, я эксперт. Я знаю, как классно организовать игру. Я знаю, что вот, если я расскажу правила, вот по этим правилам вам будет круто. Хотите? Давайте. Кому интересно, остаемся здесь. Кому не интересно, можете заниматься чем-то своим. И тогда ответственность за то, что весело на ком? На детях. На тех, которые остались, которые в этом всем. А есть еще критическая масса. Когда критическая масса рядышком, остальные подтягиваются к тому, что вот сейчас же будет интересно. И тогда они... Ну, там очень четкие границы. Аналогия очень похожая. Я знаю, как сделать классный поход. Ребят, нам нужно организовать... Ну, нужен костровой, нужен дровяной, нужен тентовой и так далее. Кто готов? Не готов? Ну, давайте. Ну, в таком случае, давайте без костра тогда. Или готовых... Сейчас еще пример приведу. Другой, может быть, более наглядный. Когда у нас есть такая штука, как зеленое правило. И зеленое правило, оно про то, что мы не вредим живой природе без нужды. Не пилим живые деревья, не мусорим. И это прям правило, которое там большинство обычно принимает. Почти всегда принимает. А я еще потом добавляю. Вот я буду выносить чужой мусор из леса. Это вот моя личная инициатива. Есть кто-то, кто хочет со мной так же делать. И тогда собираются тоже рядышком какие-то ребята, которые просто подтягиваются под эту идею. Вот с походом такая же история. Если на эти роли нет никого, ну, значит, по-моему, провальная идея вдохновить его в поход. Потому что вынуждены идти. А в таком случае, а зачем вообще идти? Ну, и везти туда, куда не хочется, ну, непонятно. Ну, или тогда можно самому, приходится самому вписываться и само и готовить, и тент натягивать, и дрова изготавливать, и кормить всех, следить, кто промок, не промок, и так далее. Тоже можно, но это более ресурсно. Вопрос, на ком ответственности. Я за то, что вот эту ответственность больше сливать. Ты еще видишь о том, что ходит много инструкторов, ну, с нами иногда ходят юные инструкторы, и часто это ответственности. Я передаю, раскидываю по другим инструкторам. Так тоже можно. И тут вопрос, какую цель ставить? Увлекать, развлекать или чему-то обучать? Я выбрал развитие самостоятельности, поэтому вот я передаю эти задачи чаще инструкторам, чем участникам. Ну, у нас просто цели различаются. Я ответил на твой вопрос? Ой, это прекрасно. Было помыто. Ну, во-первых, изначально мы распределяем на ком посуды. Я не сторонник заставлять и, спасибо Боже, наказывать. Я против наказаний ни детей, ни сотрудников. У вас воли всегда распределяют сразу. Да, но у каждого есть право не выполнять свою роль. Так тоже бывает. Просто прошу. Да, 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 да. Ну вот, очень часто, очень часто помогает простой человеческий разговор. То есть, выполнять правила, если все нормально, комфортнее, чем их не выполнять. Выполнять комфортнее, чем не выполнять. Если не выполняет, по какой-то причине. И вот очень хорошо разобраться, что это за причины. Есть, ну, мы выявили всего четыре мотива дурацкого поведения. Это вот как раз от Рогерта, ему тоже приятно большое. О том, что это борьба за внимание, борьба за власть, страх неудачи или месть. Если нет какого-то из этих мотивов, то человеку намного проще правила выполнить, договоренность выполнить. Если есть, то там нужно копать и выполнять, почему так произошло. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, очень хорошо подходит разговор с я-сообщениями. Когда я, руководитель, подхожу, «Слушай, Сереж, ну, мы договорились о том, что ты будешь мыть посуду. Ты же сам говорил, так?» Тут важно признание, что договорились, договорились. Ну, вот я, не получается, вода мокрая, трава зеленая, не хочу и так далее. И в этом случае можно пойти, каким путем? Слушай, для меня действительно очень важно, чтобы наши договоренности соблюдали. Потому что, если, вот я как руководитель, если ты сейчас не выполнишь эту задачу, мне не очень понятно, что дальше делать. Искать другого человека на замену, или же идти самому мыть, что тоже варианты, или ну, это мне сильно мешает. Я могу еще раз тебя попросить помыть посуду. И вот такое простое сообщение с моими личными, с пересказами моих личных проблем ему, это часто помогает. А еще это ставит меня как руководитель на равных с другим участником. Вот, да, и это прям хорошо работает. А иногда, да, действительно, иногда кто-то не моет посуду. Ну, не буду мыть, не буду мыть. Пойду, пойду, найду кого-то еще. Ну, то есть, это часто не проблема. Ага. Данька, а ты не... Да. Чаще всего приходят, потому что мама отправила. Тут тоже нужно понимать, у нас все-таки проект коммерческий. и клиентом является родитель. Пользователь услуги это как раз ребенок. И чаще всего, ну, вот маму отправил, папа сказал, будет вроде нормально, вроде мне должно понравиться, но это какая-то такая история. Дорогие друзья, ходите в походы, походы это прикольно, это огромное количество приключений, а еще это та среда, которую очень любят дети, да и взрослые тоже. Любите друг друга. Итак, черт.